Сегодня, когда лето в самом разгаре, брещанам так не терпится провести теплые дни на природе или выехать на рыбалку. Однако есть одно маленькое «но» – клещи. Это та самая проблема, которая из года в год не теряет своей актуальности. Маленькие, но при этом такие кровожадные зверьки поджидают свою жертву, после чего нападают. А последствия от их укусов совсем не шуточные. Клещи являются переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний, из которых на территории города Бреста регистрируются два – клещевой энцефалит и лаймборелиоз. Значительно увеличилось количество жителей города Бреста и Брестского района, которые обращаются с укусами клещей. Вот за последний месяц порядка 400 человек обратилось. Если до этого у нас было 300 человек, за пять месяцев обращалось с укусами клещей, то за последний месяц 400, из них половина – 10. По заболеваемости ситуация тоже у нас, наверное, даже хуже, чем в прошлом году. В этом году уже зарегистрированы шесть случаев клещевого энцефалита, в прошлом году пять случаев было клещевого энцефалита и в прошлом году четыре были связаны с употреблением козьего молока. Парки, скверы, зоны отдыха специалистами санэпидемслужбы осматриваются планово и постоянно. С помощью специального белого флага, который специалист протягивает по траве, каждые 25 шагов можно увидеть, зацепились ли клещи за ткань или нет. Сегодня клещи атакуют отдыхающих на пляжах, в парках, скверах и лесах, а также дачников. В общем, встреча с кровопийцем может произойти где и когда угодно. Потому нужно не только знать и помнить простые правила, но и соблюдать безукоризненно. Если вы выезжаете куда-то на природу, то выбирайте места, которые не завалены малежником, нет высокой травы, где был покос. Желательно не в лиственные леса, а в сосновом бару. Необходимо пользоваться репеллентами. Репеллентами от клещей, от комаров. Один вид репеллентов от клещей. Если вы тоже едете на шашлык, на прогулку или на отдых, необходимо запастись репеллентами. Желательно, конечно, посещать территорию, которая с высокой травой и так далее, в сапогах и, можно сказать, в одежде, которая заправлена в сапоги. В случае, если встречи с клещом избежать все же не удалось, необходимо сразу обращаться к врачу.